Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем обсуждать состояние дел на предприятиях-производителях мясной и молочной продукции. Присоединяйтесь! Андрей Казимирович Зинуков, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, сбыту и маркетингу холдинга «Гомельская мясомолочная компания». В 2001 году окончил Гомельский политехнический институт. В 2014 году – Гомельский государственный технический университет имени Павла Сухова. Специальности по образованию – промышленная электроника и логистика. Трудовую деятельность начинал на Гомельском жировом комбинате, где возглавлял отдел сбыта и маркетинга. Работал на предприятиях торговли и пищевой промышленности. Занимал должность заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Молочные продукты» в нынешней должности с 2015 года. На вопросы, которые касаются деятельности холдинга «Гомельская мясомолочная компания», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Здравствуйте, Андрей Казимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В структуре холдинга «Гомельская мясомолочная компания» 5 мясоперерабатывающих комбинатов, 7 молочных плюс 2 торговых дома. Достаточно обширное хозяйство. Как в этом году сказалась ситуация с пандемией COVID-19 на работе предприятий? Если позволите немножко истории, чтобы понятно было, как мы сегодняшний лидер в мясомолочном производстве в Республике Беларуси, не только, имя известное в мире, начинали. В 1928 году было создано первое объединение, государственное объединение мясных и молочных артелей. Да, сегодня это 7 молочных заводов, которые знают во всем мире. Это 5 мясокомбинатов, 3 из которых крупные, очень с государственным участием. Ну, чтобы нашим зрителям было понятно, я скажу, что в день наши мясокомбинаты могут производить 250 тонн колбасы, или 100 тысяч банок консервов, или вот 250 тонн полуфабрикатов мясных. Ну, а молочные предприятия наши – это не просто завод, это действительно целые комплексы. И своя сырьевая зона, свои хозяйства, своя сырьевая зона. И в день они выпускают 90 тонн сыра. Это, наверное, в 2,5 раза больше, чем мы всей Гомельской областью можем съесть. Это 850 тонн готовых молочных продуктов. Это 30 тонн великолепной сыворотки выпускает мелковито, которая может быть в степени деминерализации 90%, то есть практически в детское питание. Очень много мы можем выпустить. Да, и как вы правильно сказали, это наша товаропроводящая сеть. Собственных 2 торговых дома и есть предприятия, основанные нашими предприятиями за границей. В основном в России и есть в Украине. А почему выгодно объединяться? Почему не молочный комбинат сам по себе, как отдельно взятое предприятие, а именно такая структура? Понимаете, в области у нас производится до 3000 литров молока в день. Их надо переработать. Да, конечно, крафтовые сыры или крафтовые какие-то молочные продукты или мясные – это очень хорошо. Дорого, штучный товар. Здесь мы обязаны вот этот весь громадный объем сырья – это все-таки в 2 раза больше, чем мы сами можем съесть в Гомельской области. Даже больше, чем в 2 раза. Мы обязаны его эффективно переработать, чтобы заработало и сельское хозяйство, чтобы заработали мы, и чтобы на нашем продукте заработали и наши конечные покупатели. Поэтому здесь крупное предприятие. Мелкий крафт – это всегда да, это всегда штучно, это всегда интересно. Но и наши продукты масс, они и такие же вкусные, качественные и полезные. Итак, 2020-й, который прошел так, как никто не ожидал. Не думаю, что никак эта ситуация не сказалась мировая, но в чем-то она ведь может быть во вред, а в чем-то и в пользу. Как сложились дела у вас? Вы знаете, хочу порадоваться за наши предприятия. Мы экономически стабильны. То есть год не ударил, не завел нас в убытки. Все предприятия имеют прибыль по итогам полугода, чистую прибыль. Не просто нарисованную на бумажке, а действительно заработанную. Конечно, начало года нам сулило очень хорошие перспективы. Очень высокие мировые цены на продукты. Очень высокие цены. К сожалению, пришел март, и эти цены упали на 25%. Некоторые цены упали в половину. Случились коллапсы в логистике, случились коллапсы на рынках производителей, на рынках потребителей. Это понятно, потому что многие страны просто ушли на карантин и просто парализовали работу. Да, даже если страна является нетоэкспортером продуктов питания, они закрывались. Хорика переставала, общепит переставал потреблять огромную массу продуктов, делали биржевые товары, и они дополнительно еще давили на рынок. То есть мы проходим сейчас эту ситуацию, мы ее не прошли ни в коем случае, и мировая экономика будет выпрямляться, я думаю, что еще и следующий год, если все будет у нас с вами развиваться, как развивается сейчас, без всяких коллапсов, дополнительных закрытий. Ну и, конечно же, на ваших предприятиях работают тысячи людей. Вот что касается рабочих мест, уровня зарплат, социальных гарантий работникам удалось сохранить? Социальные гарантии, их никто не отменял, ни коронавирус, ничто. Не может отменить социальные гарантии, которые наши предприятия представляют нашим работникам. Количество не уменьшилось. Вот как было неполные 8 тысяч человек, так и есть сейчас. Заработная плата, мы очень надеялись, что она вырастет, но она сейчас в районе, по итогам полугода, где-то в районе тысячи рублей. Чуть-чуть больше на молочных предприятиях, чуть-чуть меньше на мясоперерабатывающих, но мясоперерабатывающие очень серьезно догоняют. А почему мясоперерабатывающие предприятия сейчас в худшем положении? У них был, если молочные перерабатывающие, они стабильно работали несколько лет, то у мясоперерабатывающих был небольшой период, когда им было сложнее. Но этот год все исправляет. Мы, по крайней мере, наши предприятия прилагают все усилия для того, чтобы максимально... Понимаете, вот наше молоко и наше мясо, которое дают нам сельскохозяйственные наши предприятия, оно конечно. То есть это не лес, где ты можешь пойти еще нарубить его. Это не металл, который ты возьмешь, переработаешь в какие-то станки, оборудование. Этот ресурс конечен. И мы обязаны получить максимальную эффективность от каждого литра молока, от каждого килограмма мяса. Поэтому вот здесь работа идет на уровне наших предприятий. Ну и при этом ситуация, которая была трудной для всех, именно по инициативе мясомолочной компании, производители региона стремились поддержать медиков. Помочь, помочь транспортом, сбором средств. Расскажите, пожалуйста, удалось ли к этой доброй миссии привлечь и других? Вы знаете, мы делали это не для того, чтобы привлечь. Мы делали это потому, что так хотели... Ну что такое предприятие? Это металл, это здание, и самое ценное – это люди. Так вот, самое ценное предприятие хотело помочь, потому что все мы понимали, что это такое. Мы не понимали, но мы видели, что это такое, как тяжело, и что мы можем сделать. Вот сами работники предприятий, холдинга принимали решение, чем мы можем помочь. Мы не ставили целью кого-то завлечь. И во-вторых, ну, я, наверное, не хотел бы, чтобы мы сильно долго про это говорили. Это абсолютно не пиар для нас. Мы делали это не ради пиара. Мы не какая-то там транснациональная компания, которая завезла несколько упаковок каких-то продуктов, напитков, а потом делала 10 рекламных роликов в соцсетях. Нет. Ну, общаясь с другими руководителями предприятий, работниками, я знаю, что все хотели это сделать. И не было возможности с деньгами. В трудных ситуациях, да, люди проявляются. Люди помогали, чем они могут. Вот поэтому здесь, ну, я думаю, что мы, вот гомельчане, белорусы, мы все-таки достойнее выглядим, чем в многих странах многие люди. Это замечательный повод гордиться. Гордиться своим коллективом, гордиться своими земляками, готовыми прийти на помощь, готовыми к объявлению. К сожалению, это гордость на том, что, ну, действительно, пострадала и страна, пострадали люди, страдает экономика. А, может, давайте будем искать какие-то другие поводы, чтобы так вот подгордиться собой. А жизнь подбрасывать, знаете, не спрашивают нашего выбора и нашего желания. Ну, вернемся к экономическим вопросам. Молочные и мясные продукции – это одна из главных составляющих белорусского экспорта. И на эту тему наши корреспонденты подготовили сюжет. Давайте посмотрим. Мелковита – одна из крупнейших, высокотехнологичных и динамично развивающихся молочных компаний Республики Беларусь. С известным в странах ближнего и дальнего зарубежья именем и заслуженным авторитетом. Только в прошлом году предприятие увеличило экспорт почти на 135%. Главным образом – за счет роста объемов производства и расширения географии поставок. Особого внимания заслуживает рынок Юго-Восточной Азии, который характеризуется хорошим спросом на молочку. Только в Китае с начала этого года мелковито отгрузило продукции более чем на 4 миллиона долларов, что в три раза превышает прошлогодние показатели. Даже в условиях пандемии предприятие продолжает экспортные поставки. Пандемия коронавируса внесла корректировки в работу предприятия в текущем году. Однако предприятие также успешно продолжает осуществлять поставки стран Евразийского экономического союза. СНГ и Грузии. Также и страны дальней дуги, такие как страны Персидского залива, Азии и Африки. Особого внимания заслуживает сотрудничество с Российской Федерацией, так как на долю данного рынка приходится более 60% в объеме поставок. Однако есть и трудности в сотрудничестве. Это введение запретов на поставку некоторых видов молочной продукции. Однако же данные вопросы решаются и все равно находятся точки соприкосновения с партнерами. В настоящее время Гомельский мясокомбинат – одно из крупнейших предприятий по переработке мяса, производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Республике Беларусь. Удельный вес экспорта от общего объема выпускаемой продукции комбината составляет около 10%. В абсолютных цифрах это до 1 миллиона долларов в месяц. Для увеличения этого показателя предприятие ищет новые рынки. Мы работаем с такими странами, как Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан. Сейчас прорабатываются такие новые рынки, скажем, как Арабские Эмираты, Украина, также Турция. Туда будут поставляться ориентировочно мясо говядины, быка в основном. В 2019-м с Гомельского мясокомбината отправили первые партии продукции во Вьетнам. В декабре прошлого года получили и сертификацию на поставки в Китай. Однако из-за пандемии процесс приостановился. Впрочем, эти трудности на предприятии считают временными. И готовы не только осваивать новые рынки, но и предлагать новую продукцию. Те же колбасные изделия. Правда, здесь придется усердно поработать не только маркетинговой службе. Она неизвестна, но нам дает преимущество, что это продукция белорусская, значит, качественная. То есть мы прорабатываем, сейчас начали, возобновили поставки колбасных изделий. Сейчас изучаем новые рынки. Ну, это преимущественно Российская Федерация. Также хотим на Украину выйти с колбасой и на Турцию. Вы смотрите «Диалог». Заместитель генерального директора холдинга «Гомельская мясомолочная компания» Андрей Зинуков. Сегодня у нас в гостях. По техническим причинам мы сегодня не принимаем вопросы на Вайбер. Но готовы общаться с вами в прямом эфире. 340-043 номер нашего телефона. Пожалуйста, присоединяйтесь. По экспорту молочных продуктов Беларусь входит в пятерку крупнейших стран-экспортеров. А что касается мяса, то здесь мы в десятке лидеров. Это, конечно, очень приятно. Но эта ситуация на рынке, она, как правило, переменчивая и очень от многих факторов зависящая. Ну и, конечно же, ситуация на рынке, которая сложилась в этом году из-за пандемии коронавируса, тоже внесла свои коррективы. Андрей Казимирович, где покупают нашу продукцию, сделанную в Гомельской области? Ольга, вы правы. Очень гордо говорите, что мы там входим в пятерку. Я, если позволите, уточню немножко. Мы занимали Беларусь. Республика Беларусь занимает четвертое место среди экспортеров по сырам и маслу сливочному. И пятое место среди экспортеров сухих молочных продуктов. Поэтому, да, действительно достойная пятерка. Так приятно, что вот наравне с итальянскими сырами, да, французскими. Вот наша Беларусь. За полгода наши предприятия холдинга экспортировали почти 15 тысяч тонн сыров. Экспортировали 4 тысячи тонн масла. Экспортировали 8 тысяч тонн. Ну, это такие очень большие цифры, очень. Сухих молочных продуктов – это все примерно на сумму 100 миллионов долларов. А плюс еще есть 57 миллионов банок консервов молочных. А есть цельномолочная продукция, которая в очень больших объемах экспортируется. Включая, мы экспортируем не только биржевые продукты в Китай, но и готовые продукты, которые мы с вами можем купить в магазине. В прошлом году мы экспортировали в 29 стран мира. В этом году мы экспортировали пока в 22 страны. Но это основные, вот то, что мои коллеги и называли в своих репортажах, это основные страны, на рынках которых мы конкурируем с теми же мировыми лидерами. С Европейским Союзом, с Америкой и с Океани. Они достойные соперники наши, если спортивную терминологию использовать. Мы с ними конкурируем на рынках стран ближнего зарубежья, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, странах Апертийского залива. То есть там, где страны крупные импортеры. Вот мы там с ними конкурируем. Вы знаете, уже крупнейшая страна импортер в мире сыров – это Япония, и у нас туда есть уже факт поставок сыров. Поэтому здесь есть что говорить. Наверное, не на одну передачу, но основные наши экспортные, мы уже назвали, ну, конечно, нельзя не назвать то, что коллеги говорили, сыворотка в Китае. Почему такой интерес именно к этому продукту? Молоко не пьют? Нет, там она используется и для фуда, и для фида. То есть это для производства продуктов питания для людей. Как ингредиент? Ингредиент для кормов. Ну, предприятие реально имеет долгосрочные контракты, которые может заключать уже на продукцию 2021 года. То есть это уже аналог фьючерсных контрактов. Оно спокойно за свою реализацию. Да, волатильность, как вы говорили, достаточно серьезная рыночная. Именно мировой рынок, он имеет даже в свободные периоды, в спокойные периоды, не такие, не коронавирусные, он имеет точки роста, точки падения, точки балансировки. Да, если очень много лет мы основную часть продукции отправляли в Россию, то сейчас у России налаживается собственное производство серьезными темпами, и они все меньше и меньше хотят уже конкуренции на своем рынке. Ну, вы понимаете, что конкуренция на своем рынке, она, есть два фактора. Первый фактор – рост производства, второй фактор – рост благосостояния, чтобы люди больше покупали. К сожалению, последние годы на некоторых рынках, на которых мы работаем, этот факт, два фактора не совпадает. То есть благосостояния нету, а где-то еще и ухудшается. Поэтому ухудшается покупательная способность данного рынка. Вот здесь возникают еще более такие острые точки. Мы должны это тоже понимать. Но мы должны понимать, что если у нас в республике, мы с вами, каждый из нас, ест, кушает, пьет где-то литр молока в день. То есть 100 грамм сыра – это литр молока, ложка сметаны – это вот столько-то молока. То на рынке Китая они потребляют больше, чем в 10 раз меньше нас. Вот эта емкость рынка потенциальная. Но это надо их научить, чтобы они это делали. Ну а это должно войти как-то в культуру питания, да? Если этого нет исторически, то это сложно. Я хочу в защиту нас, не в защиту, похвастаться своими коллегами, своей работой. То, что в 2015 году руководитель и холдинг поверил в рынок Китая. Тогда о Китае речи еще не было. Пять лет назад? Да. То есть пять лет назад еще не планировали? Планировали. Все говорили «Китай, у нас великолепные политические отношения, рынок огромный, вот на уровне правительства, власти». Вот говорили. Наш бизнес не пошел туда. И мы поверили. Предприятие Гомельской области, холдинг первый, нашел разрешительные документы, первый оформил и подправил по дип-каналам. На нас смотрели и говорили «Что это такое?». Поэтому и первую фактическую отгрузку мы сделали в 2017 году. За весь 2017 мы наторговали на 132 тысячи долларов США. И что приняли в Китае? Что распробовали? Сегодня за полгода мы экспортировали в Китай продуктов на сумму 5 миллионов долларов США. Самую большую долю в этом году, вот в эту сумасшедшую циферку, это мелковито. Это мелковито с почти 4000 тонн сыворотки. Это мелковито с сотнями тонн молока стерилизованного, ультрапастеризованного. Они сделали специальный бренд на китайский рынок, и он активно развивается. И по итогам прошлого года мелковито имело 80% от общей республиканской доли именно в этом продукте питания. То есть она лидер в данном. Великолепно распробовали сухие молочные продукты производства калинковического молочного комбината и мелковито в том числе. Были факты поставок масла сливочного, это мозырские молочные продукты, сыры туда пробуем. Ну, там даже не столько качества, сколько нужно огромадной срок годности. Да, конечно. Поэтому наши предприятия работают. Но вы должны понять, чтобы иметь срок годности год, предприятие в конечном итоге должно почти два года эти продукты регистрировать в компетентных органах. Рогачевские консервы попробовали. Врученков? Да, да. Поэтому есть факты. И в этом году мы начали экспортировать. Китай наконец-то разрешил трем нашим предприятиям экспорт на рынок Китая именно продуктов из говядины. Вот одно предприятие успело начать. Жлобин и Гомельский мясокомбинат пока не начали. Вот как раз вот пандемия нас немножко помешала. Должны приехать аудиторы, сертификаторы, посмотреть, как у нас на месте производство. Да, не все так просто. Андрей Казимирович, ну Китай это все-таки очень далеко. Как решается логистика, чтобы в итоге торговать с Китаем было выгодно? Логистика на каждый вид продукта. На каждый вид продукта. И максимальная экономия. Вы знаете, в мировой логистике бывает так, что ты можешь отправлять дальше, но получается дешевле. Максимально мы экономим, конечно, при перевозке сухих молочных продуктов, используя порты не только Черного и Балтийского моря, но используя все-таки такие крупнейшие хабы, как Роттердам. Это да, это комплексная автоперевозка и море. А готовые молочные продукты мелковито экспортируют контейнерными скоростными поездами. А там уже этот продукт заходит за 12-14 дней уже у покупателя, от нас, покупателя. Конечно, есть элитные группы товаров, которые мы иногда отправляем самолетом. Ну, это тогда день в день. Почти. Какие элитные группы товаров? Калинковические молочные отправляют в том направлении специальное брендированное масло. А чем оно отличается от обычного? Ну, для нас оно обычное. Для них это все-таки элитный продукт. А почему? Только потому, что натуральный? Да. Только поэтому? То есть вот так сейчас в мире ценят так называемые экопродукты, да, которые экологичные, которые натуральные, органические? Ну, у нас не до конца органическая, но у нас действительно хорошего качества продукты технологичные, натуральные. Ну, чтобы быть востребованным сегодня, нужно быть современным. Именно из-за того, что это конкуренция, конечно, все должно соответствовать и форма, и содержание, и нужно удивлять, и нужно меняться, и при этом очень четко выдерживать стандарты качества. Вопросы технического перевооружения, которые для предприятий обычно такие самые дорогостоящие, долго окупаются, уже решены для предприятий отрасли или где-то еще будет установка новых линий? Нет, это не может быть решено. Никогда. То есть можно только начать, как ремонт, да? Нет, не до конца ремонт. Это когда вот требовательная хозяйка, наверное, вот можно сравнивать с ремонтом. Здесь я бы сравнивал жизнь. Если ты остановился в техперевооружении, все, тебя обогнали конкуренты, в нашей стране конкуренты в мире, и ты, у тебя нет будущего. Да, ты застыл в настоящем, ты, возможно, будешь удерживать свой рынок, но мы уже с вами говорили про волатильность рынка, про падение покупательского спроса на том или ином рынке, поэтому здесь никто из нас не останавливается. Даже вот Торгачевский МКК делает сейчас, ну как-то вот, даже по своей сгущенке, и то он не остановился, хоть это, наверное, лучше. Нельзя усовершенствовать, да, совершенное. А вот и нашли возможность. Они будут носить изменения в банку. В рецептуру? В банку? Нет, там такой рецептуры никто не делает. По этой рецептуре она лучшая, и никто ее не может повторить, как бы ни говорить. Да, согласна. Даже наши белорусские производители, еще одни, так не могут делать, как Рогачев. Они будут делать банку с зауженным дном, которая решит не только вопросы логистики, а еще поможет Рогачеву бороться с постоянными какими-то подделками. Кстати, да, говорят очень часто, что подделывают Рогачевскую сгущенку именно саму баночку, да, вот эту знаменитую? Она будет немножко вот со скошенным дном, поэтому такого никто не сможет сделать. Вот эти подвальные, полуподвальные производства, такого не достигнут. Все наши предприятия будут принимать участие. Вот, допустим, мелковито, данное предприятие выпускает великолепный сыр, который оценили. Действительно, вот мы с вами говорили, в Италии, во Франции было возможности, и здесь дипкорпус пробует, ну, действительно, великолепно. Вот мелковито будет развивать данное направление, будет ставить дополнительную фасовку и нарезку сыра, и слайс, и брусочек. И Калинкович продолжит свое перевооружение в сухих молочных продуктах, а не лидер, наверное, в республике лидер. То есть вы выбираете такой путь специализации, да? Что у кого лучше получается, если мы и занимаемся? Оно так и будет. Оно так и будет. Это и революционный, и эволюционный путь. А как вы думаете, есть сегодня на рынке свободные ниши для новинок? Человечество за много тысяч лет придумало чуть больше ста наименований молочных продуктов. По мясным продуктам еще уже ассортимент. Ну, там уже все зависит от шефа, что он хочет себе. По молочным продуктам у нас самое, вот у нас в стране, в России, в Украине, самый широкий ассортимент молочных продуктов. Просто широчайший. Наверное, вот с этих 117 у нас 100 присутствует. Такого количества творога или сметаны, или ряженки, или кефира нету нигде. Ну, вот кроме наших вот ближайших соседей. Это консервативные продукты. Их можно выпускать лучше. И нужно выпускать лучше. Вот что это такое? Это хорошее сырье, оно у нас есть. Технологичное производство у нас есть. У нас лучшее... ну, самое современное оборудование. У нас хорошие технологии. Это золотой фонд предприятий. Что еще надо? Упаковка современная, упаковочные решения современные. Мы их напрямую приобретаем у производителей, у лидеров рынка. Логистика. У нас склады, которые не подразумевают попадание солнца. У нас специализированный транспорт. По некоторым направлениям, где есть вопросы, ставятся независимые датчики температуры, чтобы видно было, как ехал, с какой температурой, когда есть сомнения. То есть до магазина, с предприятий... Я гарантирую, что с предприятия продукция выходит качественная, априори качественная. И очень хорошего качества. Не просто качественного, а отличного качества. Поэтому мы уверены в этом. А как вы думаете, наш потребитель скорее консервативен и берет то, что привык, по хорошо знакомой рецептуре, и вот именно чтобы был такой кефир, такой жирности? Или нужно все-таки покупателя привлекать, удивлять, что-то новенькое добавлять и меняться? Конечно, необходимо меняться. Безусловно, необходимо меняться. Есть продукты консервативные. Я не... потребитель всегда... Прав – это не заученная фраза. Он прав только потому, что у него есть кошелек, карта, которой он будет это все покупать. Вот он априори прав. И мы обязаны ему дать право выбора любых продуктов, которые он захочет. Можете проанонсировать, что бы вам еще хотелось у нас производить? Может быть, чего-то не хватает все-таки нам? Мы недостаточно развиваем десертную группу, йогуртную группу, но это вот решает, допустим, Рогачев. Это хороший потенциал, да? Да. Это маркетинговый продукт. Рогачевский МКК начал выпуск в бутылке отличных йогуртов. Отличных йогуртов. Именно питьевых? Да. Есть йогурты, которые ложковые, есть питьевые йогурты. Вот, наверное, в этом направлении. За последние 5-6 лет мы заняли всю нишу сыров, которые нам надо было. Вот сейчас дорабатываем именно с видами подачи. Это слайс, это фикс-вес, фиксированный вес, чтобы можно было брать не только на разрубе, но и вот кусочек. Вот мне столько надо, 200-400 грамм. Ностальгические воспоминания. Нет, вы знаете, я все-таки и про мясные, и про молочные продукты хочу сказать, что вот их необходимо брать сделанным, упакованным на предприятии, где гарантирован контроль качества. Это не где-то на разрубе, в магазинчике, в какой-то рынке. Это вопрос безопасности. Это вопрос безопасности, плюс все сегодня упаковки, они многослойные. Они подразумевают под собой, большинство наших продуктов фасуется в инертной среде, которая сохраняет срок годности продукта и качество продукта в каком-то горизонте. Согласна. Вот и пандемия COVID-19 научила нас быть очень осторожными, и в магазинах в том числе, и в то же время открыла огромный потенциал для онлайн-торговли. Андрей Казимирович, мы по этому вопросу поинтересовались мнением ваших потенциальных потребителей. Нет, лучше самим. Продукты питания не нужны в интернет-магазинах. Я думаю, что лучше прийти самому и купить то, что надо, а не то, что они предлагают. Кто малоподвижен, то, конечно, наверное, через интернет-магазин доставка есть. А так лучше вот живу, по скверу прошлась, до рыночка, до магазина, прогулялась. Нужно. Даже тем, кто не может сходить в магазин. Есть такие люди? Есть. Вообще-то я не против, когда интернет-магазины существуют по продуктам питания. Единственное, там контролируют качество продукта. А сами пользуешься уже их услугами? Нет, я не пользуюсь. Я покупаю продукты в магазинах. Лучше самим. Почему? Ну, мне кажется, удобнее, чем заказывать. Надо видеть продукты, потрогать их, а не просто на фотографии. Нужно. Бывает, что людям очень полезно. Вот эти интернет-магазины. Через интернет-магазин заказал, не надо ни ходить, ничего. Привезли и получил все. Это очень удобно. Я не пользуюсь интернет-магазинами по продаже продуктов питания. Не доверяете? Почему не доверяю? Просто мне удобнее видеть то, что я покупаю. Сейчас в эпидемию желательно, конечно, не контактировать с людьми, поэтому я за интернет-магазины. Это хорошее дело, вообще-то. С одной стороны. Если там свежие продукты. Я, честно говоря, не пользовался продуктами питания. Я только заказывал там, ну, технику там и прочее. Качественную провозили? Нормальную. Ну и цены там приемлемые. Вы смотрите «Диалог». Мы сегодня обсуждаем работу холдинга «Гомельская мясо-молочная компания». У нас есть около 10 минут. Если у вас появились вопросы, вы хотите поделиться вашим мнением, то, пожалуйста, мы в прямом эфире. 340-043. Номер телефона в нашей студии. Андрей Казимирович, вот основной аргумент против интернет-торговли. Я хочу видеть то, что я покупаю. Ну, мне кажется, если покупаешь много лет и есть доверие к производителю, можно просто ориентироваться на знакомый бренд и, в общем-то, и закупаться дальше. Как вы к этому направлению торговли относитесь? Вы знаете, вот все высказанные мнения наших гомельчан, они имеют право на жизнь. Так оно и есть. Хочу сказать, что в апреле этого года гомельский мясокомбинат зарегистрировал и открыл настоящий интернет-магазин. Не просто там онлайн-доставки наших крупнейших поставщиков и наших сетей, которые теперь дают возможность покупателям получить продукты дома. Но сам гомельский мясокомбинат открыл онлайн, руководитель поверил. И вы знаете, что для меня удивительно? Во-первых, 60% это повторные звонки, те, которые уже воспользовались данной услугой. Во-вторых, как бы мы ни думали, что это, ну, там, привезите мне палочку московской или что-нибудь такое. Нет, полуфабрикаты, копчености, не колбасная группа занимает больше половины этого. И рост не меньше, чем 20% в месяц к месяцу. Именно реализации через интернет-торговлю. Но в ближайшее время, как бы мы ни были думать о цифровизации, об онлайн, об удаленном всем, это только дополнение к нашим фирменным магазинам, где действительно можно подойти, посмотреть, попросить, покапризничать, получить то, что ты не просто хотел, а, наверное, мечтал о чем. Поэтому вот это я вот считаю, что сегодня пока это только дополнение. А онлайн-магазин предполагает доставку? Да, да. Именно доставка, да. Но наши предприятия сейчас, Гомельский, Жлобинский, Калинковичский мясокомбинат, они дают широчайший ассортимент именно готовой фасованной продукции, полуфабрикатов фасованных. Какие тебе надо? И у каждого есть какие-то свои фишечки, где капризный покупатель может найти именно конкретно то, что ему надо? Ну, это, на самом деле, очень большое подспорье в домашнем хозяйстве, согласна с вами. И очень выгодная, наверное, товарная оппозиция. Потому что вот все меньше доверия, мне кажется, именно вот к готовой продукции, вот конкретно к колбасе и сосискам, сарделькам, да? А полуфабрикат предполагает, что ты, в общем-то, как хочешь, так и готовишь. Хочешь с майонезом, хочешь с соевым соусом. Больше выбор для собственного проявления собственных творческих способностей и вкуса. Ну, мы уже с вами говорили, что мясная продукция – это вообще, вот что шеф захотел. Шеф захотел бутерброд с колбасой? Нате, пожалуйста. Шеф захотел какой-нибудь сделать тартар или что-то? Пожалуйста. Наши предприятия дадут тебе возможности. Отличные говяжьи вырезки. Поэтому здесь, что шеф захочет? Вот, что шеф захочет, там и будет учить на очередном гастрофесте, я так предполагаю. Одно из самых популярных сегодня массовых уличных развлечений потихоньку приживается уже и у нас. И в прошлом году состоялся первый мяс-молл-фест в Гомеле. В этом году совсем скоро планируется второй. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем будете угощать и как будете развлекать. Ну, да. Наш мяс-молл-фест, это был все-таки не гастрофест. Ну, не гастрофест. Это был праздник. Праздник народный. Не просто праздник живота, а праздник отдых. И мы его делали в благодарность нашим землякам. Мы хотели показать, что... Ну, вот есть такие. Белковито, Рогачевский, МКК, Гомельский мясокомбинат. Мозырские молочные продукты. Калинковичские мясокомбинаты молочные. Вот Белсыр, Туровский молочный. Кто это такие? Это не просто ценничек в магазине, а это реально, что есть люди, есть продукты, душа есть. Вот мы делились с нашим городом и областью. Ну, мы надеемся, что в ближайшее время мы проведем... Когда в ближайшее время? Мы проведем мясомолфест-2. Он будет еще шире, еще душевнее, еще лучше. Ну, мы, я думаю, что в ближайшее время мы сможем понять для себя и сориентировать наших гостей. Это будет опять бесплатно. Это будет опять можно приходить без кошелька, как в прошлом году. Проявил активность, получил фесткоины. Эти фесткоины материализовал, что ты хочешь. В сувенирную продукцию, либо в продукты питания. Поэтому здесь будет то же самое, только еще веселее. Интересная концепция. А в чем ваша экономическая выгода при этом? Только в том, что это реклама? Экономическую выгоду мы сделали очень хорошо. Очень хорошо, это очень дорого. Чтобы сделать хорошо, это надо вложиться не только материально, но и очень много вложили работники наших предприятий, люди, работники холдинга, которые очень длительный период времени над этим работали. И здесь нет экономики. Здесь есть тут реально, мы ждем гостей. Вот вы когда ждете гостей, вы же не думаете, как отбить? Какие подарки принесут? Как отбить? Конечно, думаю. Ну, мы не думали про это. Мы очень надеялись, что все уйдут довольные. В прошлом году было больше 40 тысяч человек. Спасибо огромное. Вот, к сожалению, хорошо, что к нам поступает сейчас звонок. Я немножко не об этом хотела. Хотела сказать, что, к сожалению, так поздно. Меньше 4 минут до окончания. Здравствуйте, пожалуйста, коротко слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, можно ли изменить упаковку Жлобинского молочного комбината творог 6%? Не в пленке, в мешке, в целлофановом, а какую-то красивую сделать упаковку. Потому что в ней невозможно просто-напросто, когда приносишь домой, творог хороший, но упакован отвратительно. Жлобинский молочный комбинат, это филиал Рогачевского. Творог 6%. Это который фасуется по полкилограмма, да? Да, по полкилограмма пленку. Ну да, есть же фасовки еще по 250 грамм, которые во флоупаке, в инертной среде. Хорошо, мы дополнительно проработаем. Хорошо, спасибо за совет, подсказку. Да, такие подсказки всегда важны производителям, знать, как людям удобно, как более востребовано. Иногда, кажется, мелочи, да, самые не подуши. Ну приятно, что человек... Человек ценит качество. Да, продукт, и на такое мы, конечно, обязательно поучаствуем. Итак, второй мясмолфест – грандиозный семейный городской праздник, где можно будет себя занять, не просто посмотреть, да, то есть это не дегустация, это не распродажа, не ярмарка, это будет именно праздник. Это будет все, только много, и еще даже больше, чем мы с вами говорили. Когда это будет? Ну, я думаю, что будет, надеюсь, в ближайшее время. Уважаемые телезрители, следите обязательно за новостями на «Беларусь-4». Мы обо всем расскажем, и у Андрея Казимировича наши корреспонденты все узнают чуть попозже. Две минуты до окончания программы. И, Андрей Казимирович, вы колбасу покупаете? Да. Какую? Я покупаю, мне очень просто. Я покупаю колбасу любых трех наших мясокомбинатов – Гомельского, Калинковичского, Жлобинского. Каждый из них, вот у каждого есть своя фишечка, каждый может предложить хороший ассортимент. Допустим, полукопченые колбасы, Калинковичи, СК, что-нибудь такое, вот, это Жлобин. А у Гомеля сейчас семь видов колбасных изделий по ГОСТу, вот, они начали, возобновили производство. Ну, не каждый день. Есть действительно, вот вы сами говорили, что кто-то хочет приготовить. Это, пожалуйста, полуфабрикат любого из наших предприятий. Ну, колбаса, конечно, бывает вкусной. Это бесспорно. Но бывает ли она не вредной? Потому что это все-таки очень много соли, очень много калорий, много жира. Вы даете гарантию, что наша продукция не вредит здоровью? Можно ли производить без, прям, вот, откровенно опасных ингредиентов? Мы не производим с опасными ингредиентами. Вот это я гарантирую. Ну, да, конечно же. Все, что произведено у нас, это натуральное. Это безопасно, это качественное продукты. То, что выходит с наших предприятий, это гарантия безопасности и качества. Только на Гомельском мясокомбинате есть 21 привлеченный ветеринарный инспектор. Есть государственные ветврачи, которые контролируют. Они не являются работниками мясокомбинатов. У нас есть работники, госорганы, которые со своей стороны тоже гарантируют. Продукты питания – это то, за чем очень внимательно смотрим. И мы своими лабораториями, у нас десятки людей – это работники лабораторий качества, которые проверяют его и исследуют на всех этапах – от сырья до готовой продукции. Плюс мы сами исследуем все поступающие к нам ингредиенты и упаковки именно на гарантию качества. Андрей Кадемирович, спасибо огромное за такую интересную, очень быстро пролетевшую беседу. Желаю, чтобы всем вашим покупателям было очень вкусно. Спасибо. Спасибо большое, Ольга, за предоставленную возможность. Еще раз очень спасибо. Сегодня гостем нашей программы был заместитель генерального директора холдинга «Гомельская мясомолочная компания» Андрей Зинуков. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова